И вот заметьте, у нас в стране появилось уже целое новое сословие. Людей, которые стали богаты благодаря бюджету. Зарплаты, премии, госкомпании и банки. Кому еще, кроме начальства «Нафтогаза», повезло получать по-настоящему хорошую заработную плату? Посмотрите в нашей справке. Кому в госсекторе работать хорошо? В Украине с весьма скромными социальными стандартами есть каста избранных. Тех, кто получает вполне себе европейские оклады в сотни тысяч гривен. К примеру, топ-менеджеры Нацбанка Яков Смоли и Екатерина Рожкова получают более 200 тысяч гривен в месяц. Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский – 330 тысяч, а его замы в среднем по полторы сотни. Для сравнения, зарплата обычного почтальона – 3,5 тысячи гривен. Еще один государственный толстосум – член Высшего совета правосудия Алла Лисько. В ее декларации указана зарплата более полумиллиона гривен в месяц. Но возглавляет этот рейтинг председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Его голый должностной оклад – более миллиона. Это без надбавок и премий. А вот наши министры получают из казны куда более скромные суммы – несколько десятков тысяч гривен. У депутатов примерно 16 тысяч. При этом у работников аппарата парламента зарплаты куда солиднее. У исполняющего обязанности главы – 100 тысяч. Нардепам обидно, а поэтому уже зарегистрировали законопроект о поднятии жалования самим себе. Но не зарплатами едиными. Даже хорошую зарплату всегда можно улучшить. Рецепт простой – премия. Более чем на сотню тысяч гривен выписала себе поощрение глава НАЗК Наталья Корчак. А на этой неделе появилась информация о доплатах миллионерам на государственном попечении. За победу в первом судебном противостоянии с «Газпромом» в Стокгольме руководители «Нафтогаза» выплатили сами себе премии. Сколько именно в НАК не признаются. Но по данным СМИ это многомиллионные суммы. И еще одна новость одновременно и о деньгах и о топливной сфере. Цены на бензин в Украине достигли исторического максимума. Некоторые виды топлива уже стоят дороже 30 гривен за литр. Даже в период резкой девальвации гривни зимой 2015-го бензин не поднимался в цене настолько. Кстати, недавно уже пришлось ухудшать официальный прогноз инфляции на конец этого года. И если цены будут расти вот так дальше, наверное, и 12% рост инфляции не ограничится. Продолжение следует...